Добрый день, уважаемые телезрители! Мы продолжаем обсуждение происходящих социальных событий во всем мире и прежде всего на Украине. Подводим, я надеюсь, мы не подводим еще итоги, но тем не менее обсуждаем то, что происходит на Майдане. И у нас в студии сегодня Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Я прошу прощения, Борис, за такую оговорку. Оговорка красивая была, директор глобализации – это хорошая оговорка. Но я думаю, что в принципе это в каком-то смысле может к вам адресовано быть. Ну, не знаю, это, конечно, некоторое преувеличение. Скажите нам, пожалуйста, если коротко, как сейчас можно подвести сухой остаток от того, что происходит в Киеве или еще рано? Рано, потому что ситуация патовая. И в таком патовом состоянии она еще некоторое время продлится. Потому что совершенно очевидно, что ведь мы все время видим политическую сторону дела. То есть две группировки борются за власть. А есть еще экономическая сторона. Она стоит в том, что украинское государство на сегодняшний день банкрот. И, собственно, это, по большому счету, предупределяет все остальные события. И, собственно, это, кстати говоря, предопределило то, что украинское руководство рванулось к Евросоюзу с просьбой фактически о деньгах. И за эти деньги готовы были отдать все, что угодно. И практически отдавали экономический суверенитет страны и провышенности. Тогда только дайте денег. Потом денег не дали. Главное, что произошло, Евросоюз, вернее, Международный валютный фонд, который находился в партнерстве с Евросоюзом, денег не дал. Украинское руководство метнулось в обратную сторону, надеясь, что это получили от России. И вот в этот момент начался политический клинч. Вот, собственно говоря, что произошло. Ну, а вы считаете, то есть причина все-таки в данном случае этого явления, она скрывалась во внутренних социальных проблемах, если мы говорим уже... Ну, социальные проблемы очень тяжелые на Украине. Но, тем не менее, для правительства как раз не социальные проблемы были главным вопросом, а именно дефицит бюджета, катастрофическая нехватка денег в бюджете. Ну, есть просто еще такая теория, что некоторая группа влиятельных людей, прежде всего олигархов, хотели дать понятие Януковичу, что мы тоже есть, нас нельзя забывать. Но, учитывая, что за последнее время он резко начал монополизировать под себя очень... Ну, это всегда проблема украинской политики. Ну, просто дело в том, что... Одна из причин, почему Украина, в общем-то, выглядит демократической страной, что олигархи не могут договориться между собой. Вот, если бы они договорились между собой, была бы большая беда. То есть, они бы консолидировали власть и придавили. А так они между собой сговориться не могут, поэтому вот все время метание туда-сюда. Ну, вы верите в такую вот теорию, я бы сказал, Каутского, если начало века суперимпериализма, когда люди все сговорились и такая, опять же, возвращаясь к Джеку Лондону, железная пита олигархи? Ну, да, нет, ну, просто действительно, как раз именно в олигархических странах существует проблема, что олигархи, если договариваются, то очень плохо всем остальным становится. И все счастье в том, чтобы они не договорились между собой. Или, когда правительство может как-то их вот, так сказать, немножко оттолкнуть, немножко прижать. Но это тоже не всегда получается. Ну, я как считал, что у государства есть монополия на насилие, и до тех пор, пока есть несколько претендентов на эту самую монополию, мы можем говорить о том, что мы называем демократией или такой коллективный механизм принятия решений. Ну, собственно говоря, так и есть. Ну, просто дело в том, что может быть демократия, которая так или иначе обеспечена силой низов, так сказать, силой трудящихся классов, говоря старым марксистским языком, а может быть демократия, которая обеспечена только тем, что наверху между собой не могут договориться. Вот модель успешно работающей демократии, это демократия, где низы все-таки имеют влияние на события. Модель, которую мы видим на Украине, она очень странная, потому что низы вмешиваются в события, но вмешиваются по указке тех или иных олигархических групп. И в итоге, по большому счету, это не выигрывает от этих всех потрясений. Ну, такое впечатление складывается, что связь верхов с низами, например, более прямая, непосредственная на западе и сугубо обосредованная и как-то искаженная на востоке. Вы имеете на востоке Украины, да? Да, я прошу, да. Ну, да, да. И дело в том, что, конечно, общество восточной Украины, южной Украины, оно гораздо более пассивное. Кстати, это не вопрос русского или украинского языка, абсолютно другие вопросы. Потому что Киев, скажем, русскоязычный, прежде всего, город, но, тем не менее, он активно бунтует. И наоборот, кстати говоря, некоторые группы в Харькове, допустим, очень активно поддерживают это движение. В то же самое время, на Западе тоже далеко не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Но, действительно, как раз вот эти вот националистические партии, опирающиеся на западноукраинский электорат, они смогли отлавить механизм мобилизации, который восточной партии даже не пытались, в общем, отлавить, потому что их вполне устраивал административный ресурс. Но вот, тем не менее, если делать уже тогда прогноз, как будет развиваться событие и ситуация дальше? Я думаю, что сейчас патова ситуация, и она в таком состоянии будет находиться еще некоторое время. Потому что, кто бы сейчас не победил, у него будет проблема легитимности. Потому что, если, условно говоря, националисты свалят Януковича, то у них будет проблема представить себя как законную власть, поскольку они все-таки не через законный процесс пришли к власти. Если им не удастся свалить, их предают, и тогда, опять же, Януковичу будет предъявлено обвинение в недемократическом поведении, и, соответственно, его тоже будут признавать вполне легитимной властью. Поэтому сейчас на Украине наступает действительно кризис легитимности государства. Борис Юрьевич, а вот, тем не менее, вот вы упомянули МВФ, Евросоюз. Ну, можно вспомнить тут Россию, можно даже, наверное, предположить наличие США. Очень даже, очень даже. И, тем не менее, неожиданно вдруг, неожиданно на этой карте, привычной глобализационной, так сказать, карте большого концерта, еще известного нам со времен, там, бог знает, вдруг неожиданно объявился Китай, куда полетел Янукович, и более того, насколько я понимаю, относительно успешно, ну, учитывая обстоятельства. Относительно успешно, но, понимаете, опять же, та же самая проблема. Главное, что нужен Януковичу сейчас, ему нужно получить деньги, чтобы заткнуть дуру в бюджете. Вот, очень простая вещь, он готов за это сделать все, что угодно, понимаете. Действительно, дыра зияющая, главное, она разрастается. Если он не получает деньги сейчас, то через какое-то время дыра будет больше, да, это известная проблема финансовых рынков. Ну, он ткнулся на Запад, на Западе его, ну, в общем-то, не хочу сказать, кинули, но подвели, скажем так. Он обращается к России, у России просто таких ресурсов нет, чтобы заткнуть эту украинскую дыру сейчас в полном объеме. Он тогда обращается к Китаю. Китай, в принципе, может эти деньги выделить. К Китаю деньги есть, но вопрос, нужно ли Китаю столько денег выделять, чтобы спасать Украину. Вот вопрос. Вопрос, как правило, он исторически объяснялся, если у него есть политический интерес. Ну, экономический, политический. У него, может быть, экономический интерес? У Китая, конечно, может быть. Потому что, на самом деле, между прочим, Украина является довольно сильным экономическим партнером Китая. Мы все время говорим о поставках промышленного оборудования, технологий в Китай. И, кстати говоря, в этом смысле Украина более передовой партнер Китая, чем Россия. Потому что мы, в первую очередь, поставляем в Китай же все-таки в основном сырье. А Украине все-таки, пусть и в небольших количествах, но удается поставлять какое-то оборудование, какие-то машины и так далее. Ну да, но это вот общий разговор на тему о том, что Восточная Украина являлась передовой частью сначала Российской империи, а потом, в общем-то, СССР в каком-то смысле по производству. Не только по производству, понимаете. Вообще вот урбанистический и индустриальный образ жизни сложился в бывшей Российской империи, складывался, а потом окончательно сложился уже в СССР. И именно, в принципе, вот в этой зоне, в значительной мере, эта зона была, так называемая, Восточной Украиной. Потому что это, на самом деле, более широкая зона. Сюда и часть западных регионов, юго-западных регионов, собственно, нынешней Российской Федерации. Это единое пространство. Да, да, да. Нет, ну вот это вот от Ростова дальше, так сказать, к северу и к востоку, да, и к западу. Вот такая вот зона, то, что называлось в 19 веке, в конце 19 века, называлась индустриальная зона Южной России, в которой включалась часть Украины и часть нынешней Южной России. Заводы в степи тогда, да? Да, да. Ну, собственно говоря, вот этот металл, он лежал потом рельсами Транссиба. На этом он поднялся, насколько я помню, да, безусловно. Но освоение было, безусловно, такой целиной. И, что интересно, без особо усиленного участия государства, ну, если не считать железной дороги в Севастополь, ну, и Транссиба. Участие государства было грандиозным, как заказчика. Заказчика. То есть, российское государство, начав строить Транссиб и другие железные дороги, массово создало огромный рынок металла. А, соответственно, это уголь, это технологии, это производство других изделий, это машинный, вагонный парк и так далее. То есть, действительно, это был суперзаказчик. Ну, вот, тем не менее, кроме экономического интереса, мы можем, наверное, предположить, я все время вывожу на тему глобализации, так сказать, политических интересов, Китай становится игроком? Ну, для Китая это интересный шанс, потому что это возможность для китайского капитала, китайской политической элиты как-то зайти в Восточную Европу весьма неожиданным путем, да, вот через Украину. Но насколько они это используют, я не знаю, потому что у китайцев наверняка не было там какого-то далекого плана заранее. Вдруг им открыли окошко возможностей, вдруг прибегает Янукович и говорит, вот, пожалуйста, ну помогите за это, что вам нужно, да, в админ. И они сейчас думают, а что же, собственно говоря, они могут получить взамен? Потому что, я говорю, у них ресурсы есть, но я думаю, что у них нет заранее готового плана, чтобы как-то их использовать. Ну, а как может быть воспринята такая вот экспансия Китая, не только уже на саму Украину, но вот, понимаете, обычно же, как говорят, вот Китай это такая Германия начала 20 века, она оказывается вовлеченной в какие-то сложные отношения, вот, и в результате это может привести к разным плохо прогнозируемым последствиям, учитывая, что наступает 2014 год. Ну, да, мы как раз вот в нашем институте хотим провести конференцию через столетие войны 2014 года, хотели даже сначала, думали, в Сараево провести, но я поговорил с сербскими коллегами, они говорят, не надо в Сараево, не стоит, не ездите туда. Вот, но в любом случае, если говорить о Китае, то у Китая сейчас очень много проблем, они стремительно нарастают. Но это проблема, прежде всего, не финансового характера, как раз с деньгами более или менее все в порядке. Не в порядке с демографией, не в порядке с структурой внутреннего рынка, не в порядке, на самом деле, с технологическим развитием, потому что оно идет не так, как планировало китайское руководство. То есть, вот этого подъема, рывка технологического на самом деле нету, есть прорывы отдельные и точечные, но нету фронтального движения, которое им нужно. То есть, там куча проблем, и на самом деле, они, в общем, до сих пор не решили, как их, в общем, разруливать, эти проблемы. Я поясню немножко, в том числе телезрителям, почему я сконцентрировался на проблеме Китая, потому что у нас очень много аудитории в странах Центральной Азии. И в отличие от Украины, которая вдруг неожиданно нарисовалась на этой геополитической карте китайских интересов или отсутствия таковых, те страны, которые мы регулярно и систематически освещаем, я имею в виду прежде всего Казахстан, я имею в виду Таджикистан, Киргизию, они, конечно, очень сильно вовлечены в эту орбиту, и там экономические интересы не просто представлены, они практически уже доминируют. Они доминируют, и все говорят о том, что те договоры, которые заключают государство эти, в том числе на поставку энергоресурсов, они содержат то, что раньше называли секретные протоколы, секретные клозы, в которых оговариваются, что произойдет в случае, если что-то произойдет. Помните, как КВЖД, когда договаривались тоже, соответственно, была договоренность, как что действовать, какие может действовать армия. Никто не хочет показывать это все, тем более в данном случае нет концессии, например, но это обычная вроде бы гарантия, но отсутствие, опять же, информации об этом рождают массовые слухи. Нет, ну мы, например, знаем, что китайские военнослужащие в большом количестве уже находятся в Африке. Это реальный факт, что целый ряд транспортных узлов в странах, которые поставляют в Китай нужное ему сырье, они находятся фактически под контролем китайских военных подразделений. Ну, отчасти просто потому, что не доверяют местам. Да, я не думаю, что это какое-то тщательно спланированное... Нет, нет, просто, ну, как бы понятно, что китайская армия эффективнее и более контролируемая, менее коррумпирована, чем местные вооруженные подразделения, да. Но, тем не менее, вот факт, что Китай уже становится глобальной военной силой, он присутствует глобально на нескольких континентах, не только в Азии, уже вот видим в Африке. То есть он может быть, в принципе, вовлечен в разрешение политических споров? Да, но Украина пока слишком далеко. То есть, действительно, Украина создает новую границу для китайской экспансии и очень неожиданную, то есть это неожиданное окно возможностей, но, повторяю, вопрос в том, нужно ли это китайцам сейчас. Ну, мне тоже, конечно, кажется лично ненужным, но просто в тот момент, когда, например, это разворачивалось в Центральной Азии, это тоже выглядело не очень так уж прям. Нет, не совсем. Это традиционные зоны интересов. Кроме того, они примерно знали, зачем они туда идут. То есть какое сырье, какие транспортные возможные перспективы возникают. Ну, правда, другое дело, что как транспортный... Транспортный, да. Нет, нет, ну, второй... Есть же постоянная идея, так сказать, параллельного транссиба второму транзиту. Да, великий шелковый путь возобновить, так сказать, второй транзит, да. То есть перспектива такая есть. То есть понятно, зачем туда соваться. А Украина все-таки далековато. Знаете, я недавно прочитал описание в Нью-Йорк Таймс путешествия корреспондента через Казахстан. Вот, там, значит, два вагона с охранниками вооруженными везли. Это несчастное японское оборудование, там, компьютеры эти, ноутбуки. И они везли ее, в том числе, по России. Мне это напомнило немножко сцену из художественного фильма, когда там, знаете, такой состав груженой военной техники. Впереди такие автоматики. Военной техники. Да, и партизаны такие ждут за мостом, чтобы пустить его под откос. Нет, ну, у меня это больше как раз вызывает ассоциацию с фильмами про мексиканскую революцию. А, тоже хороший пример. Да, где грабили поезда. Был замечательный фильм «Золотая пуля». Не знаю, видели, помните, наверняка помните. Я просто думал, насколько это вообще реально такой транзит, учитывая мало того, что существующие сегодня коридоры через Суэцкий канал, так еще и, возможно, открывающиеся арктические. Ну, сейчас это не нужно. Нет, арктические не откроются в ближайшее время. Это очень технически сложная вещь. Там куча проблем, опять же. Ну, понимаете, например, даже такая вещь. Ну, хорошо, технически корабль пройти может. Но там же нету всей инфраструктуры береговой, которая необходима была бы. Ну, скажем, с кораблем что-то случится. Кто оказывает помощь? Кто будет спасать экипаж? Кто будет госпитализировать людей? Где они будут госпитализироваться? Поэтому Северный морской путь пока это утопия. Что касается вот этого второго издания «Великого шелкового пути», тоже пока утопия. Но надо помнить одно вещь, что все-таки Китай – это очень древняя страна, и там вполне нормально для китайского чиновника думать в категориях столетий, например. Ну, может быть, да. Что будет там через 50, через 100 лет. Поэтому, знаете, вот известная фраза, которую то Мао Цзэдуну приписывается, то Джо Инлайо, когда его спросили, что вы думаете о 150-летии Великой Французской революции, он сказал, что слишком рано делать выводы. Поэтому, я думаю, они пока могут присматриваться на перспективу, что-то готовить себе. Ну, да, и мне кажется, что все-таки принципиальное отличие Китая в том, что, как ни странно, это инклюзивное государство. Оно не, в отличие, например, от западной цивилизации, оно не построено по принципу жесткого апартеида, то есть в тех же. Оно пытается все-таки, особенно приграничные все территории, включать. И, может быть, за счет этого приобрело такой характер. То, что мы знаем сейчас Китай, это, может быть, сотни разных государств. Ну, или разных обществ. Государств, как раз, очень даже одно, одно обществ. Но, я повторяю, у Китая очень серьезные проблемы, сейчас с которыми они не очень понимают, как справляться. Прежде всего, конечно, это демографическая катастрофа, которая надвигается, потому что, с одной стороны, они добились грандиозного успеха в сокращении населения, но сейчас население действительно начнет сокращаться уже в абсолютных категориях. То есть, вот эта семья, один ребенок, да, и это совершенно другая демографическая структура. При этом перекос в сторону мальчиков, то есть, соответственно, тут демографическая диспропорция. Но самое главное, это пенсионный коллапс, потому что количество стариков будет увеличиваться, а нормальной пенсионной системы Китай не имеет. В отличие от Европы или даже России. Даже России, при всеми наших жалобах на пенсионную систему, которая у нас, конечно, в страшном кризисе, но она хоть какая-то есть. Да, ее просто нет, просто кроме государственных чиновников, да, думаю? Да, только нет, госчиновники работают, госкорпорации, нет, вовлечено достаточное количество людей. То есть, если мы считаем в абсолютных цифрах, то, конечно, китайцы, имеющие пенсионные схемы, их много, очень много, но в масштабах вот этих миллиарда четырехсот миллионов китайцев это, в общем, все равно очень мало. То есть, что-то похоже на СССР, когда колхозникам вдруг стали давать пенсии, то есть, в 60-х годах. Да, но, понимаете, это целый переворот, это целый переворот, потому что для Китая очень важный момент экономический. Он стоит в том, что китайцы, имея маленькую зарплату, но не имея перспективы получить пенсию, откладывают деньги все время. И это очень выгодно для государства, для частного сектора, для банков, потому что, с одной стороны, зарплаты маленькие, и при этих маленьких зарплатах очень высокий уровень сбережения и накопления населения. И это, собственно, есть деньги китайских банков, которые потом приходят и в США, и в Европу, и так далее. А если все это поменять, действительно, китайцы будут больше потреблять сейчас, меньше откладывать. Понятно. И вся модель экономики должна по-другому быть настроена. Борис Ильич, я прошу прощения, вот, ибо я хочу извиниться перед телезрителем, что мы отклонились в сторону Китая, потому что это действительно очень важно. Хотел бы вернуться к опыту социального движения сейчас на Украине, и хотел бы, чтобы вы сравнили его, вот, нынешний, так называемый Евромайдан, да, как его назвали, с Майданом 2004 года, и, может быть, я не знаю, более близким, не то, что близким вам, я имею в виду, движением, там, под франшизой, условно говоря, окупает, да? Ну, совершенно разные движения. На самом деле, вот, буквально сегодня утром я прочитал статью украинского коллеги Дмитрия Колесника, который говорит, а что вы так радуетесь по поводу массовости? Массы бывают разные. И дальше он привел как раз Филис Окупай, ему очень интересный пример. Он говорит, вот, сторонники движения Окупай, они говорили, нас 99%, а их 1%. Но 1% жителей США, это примерно 3 миллиона человек. Если бы эти люди, 1%, вышел бы разом на улицы, то это была бы огромная масса людей. И тут то же самое. То есть, что это за люди, кто эти люди, чего они хотят? На самом деле, значительная часть активистов очень плохо понимает, чего они хотят. Они не любят Януковича, это очевидно. Но единственный позитивный слоган, который удалось вычленить, состоит в том, что мы, говорят эти люди, получим безвизовый въезд в страны Шентгенской зоны. Так вот, если здесь нас смотрят украинские товарищи, коллеги, господа, то предупреждаю, это неправда. В договоре этого нет, близко даже нет. Как минимум, 8 или 10 лет, в соответствии с существующими договоренностями Евросоюза и Украины, потребуется для того, чтобы только начать эти переговоры. Больше того, самое неприятное и обидное для Украины в этой ситуации то, что Россия продвинута по направлению к безвизовому въезду в Европу значительно дальше, чем Украина. То есть, вполне возможно, что при полном отсутствии евроинтеграции на политическом уровне, Россия получит безвизовый въезд в Еврозону раньше, чем Украина. И хуже того, если говорить об экономике, Россия гораздо более интегрирована с Евросоюзом. Просто мы посмотрим по товарным потокам. Украина более интегрирована с Россией. Россия более интегрирована с Евросоюзом по сравнению с Украиной. И это абсурдная ситуация. Повторяю, если бы не катастрофическая нехватка денег в бюджете Киева, то вообще вся раскладка была бы другой. И еще один очень важный момент, о чем у нас очень мало говорят. Мы сейчас как раз в рамках международной инициативы постглобализации, где мы проводим наши исследования с коллегами из других стран, обсуждали это. Дело в том, что ведь есть же еще переговоры между Евросоюзом и Соединенными Штатами о создании трансатлантической зоны свободной торговли. Теперь представьте себе, что Украина подписывает ассоциацию, то есть входит в общий рынок, открытый. И одновременно, но не одновременно, через год-два Евросоюз подписывает ассоциацию аналогичную с США. И огромная масса американских товаров или китайских товаров, переупакованных в США, хлынет на европейские рынки. Для Европы западной это на самом деле беда. Потому что если начнется массовое разрушение украинской промышленности, то в свою очередь миллионы украинских безработных, в том числе из Восточной Украины, ринутся на Запад. И это будет удар по социальному государству. Потому что представьте себе, что сейчас рабочий на Западе, он более-менее защищен. А теперь подумайте, что вот рядом за проходной стоит 10 украинцев, которые будут готовы работать без отпусков, за половину зарплаты, которых можно будет выслать в 5 минут. Надо уничтожить будет профсоюзы тогда. Ну да, нет. Но фактически это бомба под западноевропейское социальное государство. Поэтому то же самое, что было с Румынией. Когда в Румынии говорили, вот мы присоединимся к Евросоюзу, и мы будем в Румынии жить как во Франции. Или в Италии хотя бы. И я тогда говорил коллегам из Восточной Европы, все наоборот. Не вас присоединяют к Евросоюзу, чтобы вы жили как в Италии. А наоборот, Италию с вами объединяют, чтобы пустить зарплату в Италии до уровня Румынии. Что, собственно говоря, сейчас и происходит. И то же самое с общим рынком Украины и ЕС. Фактически вся эта механика приведет к тому, что зарплаты в Европе резко упадут. Но это не значит, что они поднимутся на Украине. Наоборот, они будут стабильно, низкими всюду, и при высокой безработице, при низких социальных гарантиях. Кому это нужно, другой вопрос. Потому что честь работодателей в этом заинтересованы. Это способ выиграть конкурентную борьбу с теми же китайцами, кстати говоря. Но это же приведет к росту социальных издержек, колоссальному напряжению, как возможности крушения всей системы. Может привести. Как ядерная война. Кому она выгодна? Понимаете, может привести. Но, понимаете, опять-таки, люди сейчас, принимающие решения, это совершенно не те люди, которые были наверху в элите 50-80 или 100 лет назад. У них горизонт принятия решений очень низкий. То есть, это не люди типа Черчилля, Деголля, Рузвельта, таких гигантов. Ну, сравните Кэмерона, даже Меркель, вот этих персонажей с лидерами 20 века. Абсолютно другой уровень. И тоже касается, кстати, бизнеса. Там совершенно другие люди уже. Люди с очень низким горизонтом принятия решений. То есть, вы предполагаете, что эти люди скорее допустят эскалации мощного социального конфликта, нежели примут какое-то коллективное решение по оккупированию? Ну, может быть, на следующем этапе они будут к этому принуждены событиями. Но на данном этапе, им кажется, что все сойдет. А как вы считаете, то есть, вот нынешняя конфигурация Евросоюза, она так и останется, ну, вот конфедерация вот такой довольно рыхлой, которая у нас сейчас существует? Или она все-таки равновесная, ситуация где-то в другом находится? Это переходный период? Нет, я думаю, что действительно переход. Но дело в том, что как раз идея о том, что будет единое государство или конфедерация, она абсолютно нереальна. По целому ряду причин. Сейчас, наоборот, набирают силы именно центробежной тенденции. И вот если еще лет пять назад, я помню, Самир Амин, замечательный французско-арабский экономист, приезжая в Москву, говорил, что по этому кризису, возможно, Евросоюз развалится вообще. И мы его слушали и думали, что, ну, интересно, конечно, такая яркая гипотеза. Альтернативная вселенная. Нет, яркая гипотеза, но все-таки Самир, ну, с силу своего радикализма, немножко, так сказать, забирает. То я бы сейчас, ну, уже, как бы, сто процентов бы не поставил на Евросоюз в этом смысле. То есть я не готов утверждать, что развалится, но тем не менее, вот если, там, пять лет назад это казалось немножко экстремальным, то, что говорил Самир Амин, то сейчас это кажется, ну, такой возможной сценарной перспективой. Не самой, может быть, вероятной, но тем не менее, полностью исключить нельзя уже. Я просто, как бы, опять же, сопоставляю с историческими опытами, да, то есть образцы создания федеративных государств на высоком уровне, я имею в виду США, там, ну, они всегда сопровождались насилием, прямо скажем. Конечно, но это другой тип федерации. И в этом смысле это как раз для чего первоначально был придуман не Евросоюз, а вот этот европейский общий рынок. Это было европейское соглашение по углю из стали всего-то навсего, да. И главная задача была обеспечить ситуацию, при которой Франция и Германия больше не будут воевать из-за Ильзаса-Алтарингии, которые, опять-таки, важны были не потому, что там живут немецкоязычные и французские граждане, да, а потому что там уголь и сталь находятся на другой стороне границы, да. Это как здесь у нас было в этом, в Таганроге и на Украине нынешней. Там уголь в одном месте, а руда в другом месте, соответственно, да, да. Да, 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 то есть, собственно говоря, из-за этого Франция и Германия воевали три войны на протяжении 100 лет, да, то есть в 870-м, в 14-м и, соответственно, в 39-м, то есть три войны. Поэтому была очень четкая позиция, давайте создадим такой механизм, при котором мне придется больше друг с другом воевать. И эта-то цель была достигнута, на самом деле. Сейчас трудно себе представить, чтобы Франция воевала с Германией, да, не вообразить уже. Но дальше-то процесс развивался и произошла трансформация проекта. И сегодняшний Евросоюз, это совершенно не то, что было даже еще там 15 лет назад. Это система, которая направлена, прежде всего, на подавление социальных интересов низов в Западной Европе, на снижение социальных издержек, на то, чтобы государство стало американизированным, то есть как можно меньше социального государства, как можно меньше бесплатной медицины, как можно меньше бесплатного образования, как можно меньше пособий и так далее. И давайте, значит, будем конкурировать, да. То есть это фактически, в каком-то смысле, антиевропейский проект. То есть если мы под Европой понимаем вот этот социал-демократический консенсус, который возник в результате революции, двух мировых войн, да, вот немалой крови завоевано. Да, это действительно был не просто такой свалившийся либеральный консенсус. Да, это воевали, да, воевали за это, да. И вот эта социал-демократическая Европа, она систематически разрушается Евросоюзом. И я думаю, что в каком-то моменту начнется обратное движение. Поэтому сейчас очень любопытный момент, как, например, в Западной Европе смотрят на украинские события. А ведь очень большая часть западноевропейцев смотрит на это с ужасом. И Евромайдан вызывает просто страх. Понимаете, потому что люди понимают, что вышла масса людей, требующих прямо противоположного того, к чему стремится Европа. То есть люди под лозунгом «мы хотим идти в Европу». Ну, представьте, вот, так сказать, Рим, допустим, и толпа варваров стоит у ворот с крикой «мы хотим в Рим». Как к этому отнесутся римляне? Я думаю, что они не очень счастливы в этот момент. Ну, судя по-моему, мы знаем, что они были не очень счастливы. Но мы знаем, чем это все закончилось. Вот, так и сейчас в Западной Европе примерно такое же ощущение. И это не значит, что варвары виноваты, да, так сказать, но такая ситуация возникла. И объективно сейчас, на самом деле, вот эту украинскую массу противопоставляют западноевропейскому обществу. При том, что самые украинские активисты искренне думают, что они и сами будут счастливы, и все будут осчастливы, если они объединятся с Европой. Но Европа этого боится смертельно. Я имею в виду не Европу банкиров, а Европа, так сказать, рабочих, Европа служащих, Европа, не знаю, врачей, учителей и так далее. Мне чрезвычайно понравилась ваша аналогия. И я более того вспомнил, что я не в такой форме, но встречал форме такой, что Украина – это новая точка роста европейского проекта. И вдруг хочу вас спросить, а может быть оно в этом логика истории? То есть центр, так сказать, движения вперед и вверх, он действительно переместился на восток, и теперь, ну, Украина или не Украина, но вот этот регион будет динамичной точкой. Нет, динамичной точкой будет по-любому, просто чтобы будут события происходить. Нет, ну, понимаете, опять же, это, конечно, некий европейский проект. Вопрос, какой, чей европейский проект, чья Европа, какая Европа, для кого. И вот, опять же, Джефф Соммерс, мой коллега, с которым мы сегодня утром проводили пресс-конференцию по нашему докладу совместному, он сказал замечательную вещь, что Украина для Европейского Союза это то же самое, что Мексика для Соединенных Штатов Америки. То есть вот это вот предаток, где много людей, люди бедные, промышленности, возможности нет, или она разрушена, но это резервуар дешевой рабочей силы, который обеспечивает удешевление рабочей силы в основной, уже вот, развитой части этой системы. А как вы оцениваете, кстати, итоги нафты, и вот, в частности, Союза экономического таможенного Мексики и США? Ну, для Мексики итоги катастрофические. Катастрофические, потому что мне казалось, что... Там очень интересная ситуация, что как раз в период приближения Мексики к нафте, когда Мексика старалась войти, итоги были хорошие. То есть Мексика довольно динамично развивалась, и это динамичное развитие было аргументом того, что надо объединяться с Америкой, и мы можем теперь, так сказать, в США в одном экономическом пространстве жить. Но как только это произошло, случилось страшное, как говорится. Во-первых, потому что значительная часть предприятий переместилась обратно на американскую сторону границы, но с дешевой мексиканской рабочей силой. А, то есть вот не состоялось то, что вместо мигрантов к нам поедут предприятия туда... Ничего подобного, наоборот. Я-то думал, что в Вольсвагене все поехали там, собрали заводы, а не производили? Нет, 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 они продолжают производить. Мексика, в общем, индустриально не такая уж слабая страна, но ведь не случайно взрыв наркоторговли. Обратите внимание, 60 тысяч человек погибло в нарковойнах за последнее время. Почему вдруг такой взрыв наркоторговли? Потому что экономика Северной Мексики практически разрушена. И людям нечем жить, кроме как наркоторговлей. Естественно, дальше приходит Drug Enforcement Agency, вот эти самые ребята из Соединенных Штатов, их мексиканские партнеры начинают, что называется, железной рукой бороться с наркоторговлей. Соответственно, появляются, опять же, новые рабочие места. В полиции, в бандах, осведомители, с одной и с другой стороны. Инфраструктура, так сказать, и другое. Инфраструктура войны начинает возникать. Но почему? Потому что экономика Северной Мексики рухнула, и единственный развивающийся бизнес, который действительно динамичен, создает рабочие места, это торговля наркотиками или борьба с торговлей наркотиками. Я немножко боюсь, но мне кажется, что вы сейчас вот почти такими фразами можно пересказать один из сценариев, ну так назовем, мягко, развития ситуации с Таможенным Союзом, который Россия сейчас создает. Ну, с Таможенным Союзом вообще другая история. Таможенный Союз в перспективе, очень интересная задумка, как идея, это очень перспективно. Более того, если поверить, что у Евросоюза, ну как минимум, будет серьезный кризис, то появляется заинтересованность для целого ряда стран, находящихся на границе, в альтернативе. Хотя бы даже просто для того, чтобы западным европейцам сказать, вы знаете, вот тут у нас тоже есть вариант, да? То есть они могут туда не присоединяться, но просто вот оглядываться и показывать. Ну, стратегическая игра такая. Да, игру начинают. Да, то есть, соответственно, Таможенный Союз становится очень интересным, перспективным и так далее. Но вопрос, опять же, в том, как он будет организован. Сейчас Таможенный Союз, это такой вот Евросоюз, это вариант позапрошлого года, условно говоря. Вот если Евросоюз там вариант 2.0, то у нас там получается такой Евросоюз вариант 0.1, да? То есть все то же самое, только труба пониже и дым пожиже. А нам нужно наоборот, нам нужно двигаться вперед. То есть нужно, чтобы Таможенный Союз стал носителем каких-то других принципов интеграции. Но для этого нам в России очень много чего нужно поменять, да? Это уже наша проблема. Спасибо вам огромное за очень интересное интервью. Уважаемые телезрители, напомню, что у нас в студии Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Хорошо, мне понравилось. Ну, хорошо получилось только.